Несмотря на очевидные успехи в диагностике и лечении меланомы, большое количество вопросов остается на следующий день нерешенным. И это поддерживает постоянный интерес к этой опухоли. Поэтому, конечно, на прошедшей конференции АСКО было очень много интересных абстрактов, публикаций, обсуждений, сессий, посвященных этой опухоли. Но и в одной презентации невозможно охватить весь круг интересных данных. Поэтому я некоторые, с моей точки зрения, важные исследования представила в этой презентации. И разделила их на четыре таких крупных блока. Это исследования в области адювантной терапии, неоадювантной терапии, лечения метастатической болезни и новые данные по новым препаратам и новым комбинациям. Итак, адювантная терапия. Стандарты мы уже хорошо с вами знаем. Новые стандарты лечения адювантной терапии меланомы. Третья стадия, меланома с региональными метастазами. Но сегодня все больше интерес вызывает попытка использовать современные и иммуно-онкологические, и таргетные препараты в более ранних стадиях. В частности, при локальной меланоме известно, что даже локальная опухоль имеет достаточно высокий риск прогрессирования. И поэтому теоретически возможность не дать локальной болезни перейти в метастатическую, безусловно, вызывает большой интерес. И вот в прошлом году первые результаты исследования КИНО-716 были представлены, когда у пациентов со второй В и второй С стадии использовался пембролизумаб в сравнении с плацебо. Традиционный дизайн исследования. И уже первые данные, которые были представлены, подтвердили, что действительно использование пембролизумаба в адювантной терапии после удаления локальной меланомы сопровождается увеличением безрецидивной выживаемости. В этом году акцент был сделан на оценку влияния пембролизумаба на риск развития отдаленных метастазов. Потому что, к сожалению, мы с вами прекрасно понимаем, что умирают наши пациенты сегодня именно от метастатической болезни, от отдаленных метастазов. И оказалось, это была вторичная такая задача исследования. Но оказалось, что действительно использование пембролизумаба снижает риск развития отдаленных метастазов, как видно из представленного здесь графика, на 36%. И, может быть, в числовом выражении, да, это не так много разница в 12-месячной выживаемости без прогрессирования, в 22-годичной порядка 5-6%. Ну, в общем, мы видим, что эти различия статистически значимы. Причем вот эта способность снижать риск развития отдаленных метастазов была прослежена во всех ключевых подгруппах, как видно на этом слайде. Таким образом, пембролизумаба в сравнении с плацебом в действительности статистически значимо увеличивает выживаемость без отдаленных метастазов. Сохраняется при увеличении сроков наблюдения уже до 27 месяцев, сохраняется снижение риска рецидива. Но главный вопрос, который сегодня остается, это увидим ли мы эффект вот такого раннего использования антипедиантител на общую выживаемость. Вот пока, к сожалению, на этот вопрос у нас нет ответа. Неоадювантная терапия пока не является стандартом для меланомы, но те исследования первой и второй фазы, которые есть, уже говорят о том, что это такое потенциально может быть очень востребованным направлением. И в этом году также несколько интересных работ было представлено. Ну, сразу такие общие данные сегодня, говорящие о эффективности неоадювантного подхода. А для использования в качестве неоадювантной терапии используется как комбинированная таргетная терапия, я имею в виду берафомиек-ингибиторы, иммунотерапия в монорежиме антипедиантител, и комбинированная режим, комбинированная иммунотерапия. И, как видно на этих кривых выживаемости, при использовании иммунотерапии, в частности комбинированной иммунотерапии, мы видим, что при достижении полного или почти полного патоморфологического ответа практически мы не видим прогрессирования заболевания. При этом при использовании комбинированной таргетной терапии, даже при достижении полного ответа, все-таки сохраняется риск прогрессии у пациентов. И вот исследование неотрью. Здесь попытка использования тройной комбинации. Мы знаем, что у нас есть сегодня новая тройная комбинация для использования при метастатическом меланоме. Об этом я чуть позже буду говорить. Здесь использована комбинация доброфениба, трометениба и пембролизумаба. И сравнивалась эффективность такой тройной комбинации с монорежимом пембролизумаба и режимом с коротким такой индукционной фазой таргетной терапии и затем переводом на пембролизумаб. Все эти три вида терапии продолжались шесть недель, дальше пациенты оперировались, и им проводилась адювантная терапия. Оказалось, что наиболее, ну, собственно, как и следовало, наверное, ожидать, оказалось, что наиболее эффективный в плане достижения полного или почти полного патоморфологического ответа продемонстрировала именно тройная комбинация. Мы видим, что ответили на это лечение 80% пациентов, а полный патоморфологический ответ был выявлен у каждого второго пациента. И монотерапия пембролизумабом, и вот такое последовательное назначение давали значительно меньшую частоту патоморфологических ответов. Но при этом оказалось, что какого-то существенного влияния, вот такой высокий процент полных или почти полных патоморфологических ответов при тройной комбинации никак не сказалось ни на бессобытийной выживаемости, ни на безрецидивной выживаемости, ни на общей выживаемости. Мы видим, что кривые во всех трех группах, в общем-то, существенно не отличаются. И на что еще надо обратить внимание, при использовании иммунотерапии это исследование подтвердило. У пациентов, которые достигали полного или почти полного ответа, мы практически не видим прогрессирования болезни, в то время как при использовании даже тройной комбинации с такой высокой эффективностью у пациентов с полным патоморфологическим или почти полным патоморфологическим ответом все-таки есть риск прогрессии. Таким образом, использование триплета в неоадювантном режиме продемонстрировало наибольшую частоту патоморфологического ответа. Этот триплет продемонстрировал сходное сравнение с пембролизумабом бессобытийную, безрецидивную и общую выживаемость. И оказалось, что вот такой короткий курс таргетной терапии, вызывающий стимуляцию токлеточного ответа, не усиливает ответ на антипедиантитела. И, кроме того, надо еще обращать внимание, вернее, интерпретировать достижение полных патоморфологических ответов в зависимости от вида терапии, поскольку при использовании таргетной терапии мы можем и у этих пациентов, казалось бы, с хорошим ответом увидеть прогрессирование. Уже достаточно давно мы обсуждаем результаты исследования Прада, и оно, так скажем, стоит особняком, потому что в этом исследовании заложен новый принцип такого индивидуального прогнозирования стратегии терапии, последующей в зависимости от результатов неоадювантного этапа лечения. В этом исследовании все пациенты получали комбинированную иммунотерапию, но, как вы видите, это только два комбинированных введения с интервалом в три недели, и использована несколько иная доза, чем та, которую мы применяем с вами при лечении метастатической меланомы. Снижена доза эпилемумаба до 1 мг, и на килограмм увеличена доза иниволумаба до 3 мг на килограмм. Конечно, основная цель – это улучшить переносимость неоадювантной терапии. В это исследование включались пациенты с клинически выявленными метастазами, это третья В и третья С стадия. После двух курсов терапии, вернее, перед началом терапии, выделялся такой таргетный лимфатический узел, и после завершения неоадювантного этапа удалялся только этот таргетный узел. И именно в нем смотрели патоморфоз. И в зависимости от патоморфологического ответа тактика дальнейшего лечения пациентов отличалась. Так, если пациенты достигали полного или почти полного патоморфологического ответа, почти полный – это менее 10% жизнеспособных опухолевых клеток, то дальше пациентам не проводилась терапевтическая лимфодисекция, и они не получали адювантной терапии. Если регистрировался частичный патоморфологический ответ, то пациенты подвергались терапевтической лимфодисекции, и также им не проводилась адювантная терапия, они оставались под наблюдением. И, наконец, те пациенты, у которых не было ответа патоморфологического на неоадювантную терапию, им проводилась полная терапевтическая лимфоденоктомия, и затем эти пациенты получали или неволумаб, или комбинированную таргетную терапию, если у них была берафмутация. Вот очередной срез данных с акцентом именно на выживаемость показал, что, во-первых, действительно, вот такой короткий курс неоадювантной комбинированной таргетной терапии действительно продемонстрировал высокую эффективность, а глубокий патоморфологический ответ был зарегистрирован у 61% пациентов, и при этом была показана достаточно хорошая переносимость. Частота нежелательных явлений 3-4 степени составила 30%. Если мы помним, то исследование с комбинированной таргетной терапией при метастатической меланоме давало нам частоту таких осложнений 58%. Дальше, на что надо обратить внимание, что наиболее высокие, как видно из представленных данных, наиболее высокие цифры и выживаемости без прогрессирования, и общей выживаемости имели пациенты, достигшие полного или почти полного патоморфологического ответа, причем не сопровождающегося последующей терапевтической лимфодиссекцией и тем более не получающей адювантную терапию. Таким образом, вот это уже такой, скажем, посыл к тому, что, возможно, не всем пациентам вообще будет требоваться сегодня адювантная терапия. Следующий момент – пациенты, которые достигают частичного патоморфологического ответа, даже несмотря на выполнение терапевтической лимфодиссекции, имеют достаточно высокий риск прогрессирования. И вот у этой категории пациентов последующая адювантная терапия может оказаться эффективной, что продемонстрировала третья группа. Это пациенты, у которых не было достигнуто патоморфологического ответа, но которым проводилась терапевтическая лимфодиссекция, и которые в дальнейшем получали адювантную терапию, они имеют показатели выживаемости не хуже, чем пациенты, которые достигли частичного патоморфологического ответа. Ну и такое совсем другое направление, хотя и тоже неоадювантная терапия – это использование пембролизумаба при особой редкой форме меланомы, к которой относится десмопластическая меланома. Ну это действительно такой редкий вариант беспигментной опухоли, которая обычно возникает на коже с высоким уровнем ультрафиолетового повреждения. Она представляет определенную проблему, потому что, как правило, эти опухоли характеризуются глубокой инвазией. Для них характерна переневральная инвазия, и они склонны к рецидивированию. И кроме того, есть объективные сложности в выполнении радикальных операций у таких пациентов. И вот в данном исследовании было включено 29 пациентов с десмопластической меланомой, причем это и местно распространенная первичная опухоль, это пациенты с рецидивами, и это пациенты с поражением региональных лимфоузлов. Пембролизумаб – стандартная доза, раз в три недели всего лишь три введения. Что оказалось? Оказалось, что именно десмопластическая меланома продемонстрировала чрезвычайно высокую чувствительность к терапии антипедиантителами, поскольку частота полных патоморфологических ответов составила на монотерапии пембролизумабом 55%. Таких цифр мы никогда не видели при других формах меланомы, где полные патоморфологические ответы регистрировались у 15-20% пациентов. Кроме этого, ни у одного пациента процесс не перешел в неоперабельное состояние, ни у одного пациента не развились при последующем наблюдении рецидивы, медиана на момент анализа данных общей выживаемости не была достигнута, продемонстрирована хорошая переносимость, но и подтверждено преимущество от назначения ингибиторов в плане дохирургического вмешательства, что позволило сократить объемы хирургического вмешательства и таким образом незначительно не ухудшать качество жизни пациентов. Если говорить о метастатической меланомии, здесь мне в первую очередь хочется привести результаты исследования Трикотель, где использовалась тройная комбинация вимуруфинибокобиметинибеотезолизумаба у пациентов с симптомным поражением головного мозга. С момента регистрации этой комбинации в 2020 году, весь прошлый год мы обсуждали, где же пытались найти ей место, разные мнения высказывались о том, какая подгруппа пациентов получает наибольшее преимущество от тройной комбинации. Ну и похоже, что вот это исследование нам одну из таких групп пациентов действительно подсказывает. Мы здесь говорим о второй когорте пациентов, это пациенты, имеющие берафмутацию, имеющие симптомные метастазы в головном мозге и получавшие такую терапию. Что оказалось? Частота объективных ответов у бессимптомных и симптомных пациентов существенное преимущество имели именно пациенты с симптомами заболевания. Частота объективных ответов 58%. Это примерно столько же, сколько дает нам двойная комбинация. Но это для нас и неудивительно, потому что по частоте объективных ответов тройная комбинация существенно не отличалась от двойной. Но что важно? Это длительность ответа. У симптомных пациентов медиана длительности ответа при использовании тройной комбинации составила 10 месяцев. И это было существенно больше, чем медиана длительности ответа на двойной комбинации и больше, чем у пациентов с бессимптомными метастазами. Поэтому сегодня можно говорить, что пациенты с симптомным метастазическим поражением головного мозга, имеющие БИРАФ-мутацию, имеют новый эффективный вариант лечения, а именно использование тройной комбинации. Были обновлены исследования, хорошо известные нам кино Чекмэн-67. Это уже результаты 7,5-летнего наблюдения за пациентами. Мы видим и по кривой выживаемости без прогрессирования, и общей выживаемости, что плата, достигнутая примерно после 4 лет от начала терапии, во всех группах сохраняется. Но при использовании комбинированной иммунотерапии все-таки это более высокие показатели. И даже через 7,5 лет от начала лечения медиана длительности ответа в группе комбинированной иммунотерапии так и не достигнута. В группе неволумаба это тоже рекордные 90 месяцев, то есть 7,5 лет и 19 месяцев в группе эпилемумаба. Ну и коротко о новых препаратах. Это новая двойная комбинация релотлимаба и неволумаба. Первые результаты были в прошлом году представлены, а сегодня они очередной срез данных. Кстати, это первое рандомизированное исследование, где двойная комбинация иммуно-онкологическая напрямую сравнивается с монорежимом неволумаба. Первая линия лечения. Ну, напомню, что релотлиномаб – это ингибитор еще одной контрольной иммунной точки, в частности, ЛАК-3, продемонстрировано, что с увеличением длительности наблюдения за пациентами сохраняются существенные различия в медиане безрецидивной выживаемости на двойной комбинации, в два раза больше медиана выживаемости без прогрессирования, 10-10% разница в 12 через один год и через два года от начала лечения. И мы также видим, хотя и не достигшую статистической значимости, но, тем не менее, видим и существенные преимущества, численные в общей выживаемости, несмотря на то, что по следующей линии терапии примерно одинаковый процент пациентов получал. И частота объективных ответов – 43% при использовании комбинации, тоже на 10% больше, чем у неволумаба в монорежиме. Ну и что особенно важно – это переносимость. Вы видите, что частота осложнений, связанных с лечением третьей-четвертой степени, составила лишь 20%, при этом только у 9% пациентов пришлось остановить лечение из-за переносимости. Новая комбинация ТБНТФУСПА с дурмолюмабом. В прошлом году мы с вами видели результаты использования этого нового препарата, который представляет собой такое уникальное, беспецифическое моноклональное антитело, которое состоит из двух рецепторов. Это Т-клеточный рецептор и анти-CD3, иммунокомпетентный домен. И, в общем-то, механизм действия препарата состоит в том, что он связывает опухолевую клетку с Т-лимфоцитом, что приводит к активации Т-лимфоцита и уничтожению опухолей. Вот результаты исследования ТБНТФУСПА в монорежиме приувиальной меланомии метастатической продемонстрировали существенное увеличение медианы общей выживаемости. Этот препарат также изучался и при кожаной форме опухоли. И вот в данном исследовании, вы видите, несколько лечебных режимов было использовано. И, в частности, режим ТБНТФУСПА с дурмалемабом. Сразу надо обратить внимание, что очень тяжело предлеченная когорта пациентов с метастатической кожаной меланомой. Большинство пациентов как минимум две линии терапии получали, две трети пациентов получали три и более линий. В общем, конечно, мы здесь не ожидаем каких-то чрезвычайно высоких показателей выживаемости, но, тем не менее, посмотрите, одногодичная выживаемость при использовании ТБНТФУСПА с дурмалюбабом составила достаточно высокую цифру – 73%. Это существенно выше, чем те цифры, которые мы сегодня до этого оперировали. И, кроме того, комбинация давала очень сходные с ТБНТФУСПА в монорежиме результаты между кожной формой опухоли и увиальной меланомой. И надо обратить внимание на этот показатель общей выживаемости, то есть живых пациентов, переживших один год, и как достигших контроля над заболеванием, так и не достигших его, тем не менее, пережила один год 58%. Ну и последняя комбинация и последние препараты – это исследование Амбер. Новый, ещё один, четвёртый ингибитор контрольных иммунных точек – Кобалимаб, ингибитор ТИМ-3. Уже известно, что такая совместная блокада этой мишени и ПД-1 обладает потенциально синергетическим действием. И, в частности, использование такой комбинации в разных дозовых режимах в первой линии терапии продемонстрировало достаточно высокую частоту объективных ответов – почти 43%. Это примерно то же, что продемонстрировал нам релатлимаб с неволумабом, контроль над заболеванием более чем у половины пациентов. И, что очень важно, очень такой благоприятный профиль токсичности с частотой тяжёлых осложнений третьей и четвёртой степени, составляющих 13%. Ну, на этом я закончу. Большое спасибо. Хочу сказать, что, конечно, это только очень небольшая часть интересных данных, но у нас есть возможность и дальше их изучать, и, может быть, докладывать на новых конференциях. Благодарю за внимание. Продолжение следует...